Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Всех с началом новой недели. В студии Ирина Лукина. И сегодня мое общение с утренней гостьей будет по телефону. Впрочем, я сейчас все объясню. Недавно у нашего, не побоюсь этого слова, знаменитого ансамбля русской музыки Псков появился новый художественный руководитель Ольга Алексеева. Тоже очень известная исполнительница игры на гуслях звончатых. Сегодня Ольга Алексеева будет с нами на стартовой площадке. Но в настоящее время она находится в Москве и появится в Пскове только к концу этой недели. Поэтому наше с ней сегодняшнее общение и будет по телефону. Она, кстати, уже на связи, уже меня слышит. Ольга, доброе утро. Доброе-доброе утро, Ирина. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Очень интересно сегодня с вами пообщаться, услышать ваши планы, да и просто узнать вас получше. Ну, во-первых, я вас поздравляю с новым назначением. Благодарю. Да, и могу представить себе ответственность перед коллективом, которым более 30 лет руководил заслуженный артист России Александр Лип. И вот ведь, вот как, Ольга, ведь складывается судьба. Вы когда-то сами работали в ансамбле Псков. Кстати, под руководством Липа? Совершенно верно. Как долго, как долго вы там работали? Ну, мне посчастливилось всего полтора года поработать в ансамбле. Это был 2002 год. Я проработала именно второй и третий курс, как я училась в Псковском училище. И потом я благополучно перевелась учиться в колледж Гнесиных в Москву. Ну, и, конечно же, мне пришлось уехать из Пскова и оставить ансамбль тоже. Как вам работалось в ансамбле и чему вы научились у Александра Липа? Ну, в самом начале, когда я только пришла, мне было 16 лет. Ну, совсем молоденькая вы были. Да, я смотрела, ну, ребенок прям. Я смотрела на своих коллег, как на взрослых людей. Кто-то у меня преподавал специалист, кто-то вел мне ансамбль в музыкальном училище, вот при, как бы в параллель, да, при моем обучении. Ну, Липа-то вообще была какая-то звезда, такая вот известность в Пскове. И я смотрела, как бы, на них как-то так вот по-детски. И тоже немножко, как я потом уже узнала, тоже стеснялись. Пришел ребенок, как себя вести, непонятно. Вот, но чему я научилась, самое главное в этом коллективе, я научилась воспринимать свою работу не как работу, а как любимое дело. И если ты любишь свою работу, если тебя любят люди, с которыми ты работаешь, то это не работа ни единой минутки, это не работа. Это именно занятие твоей жизни, это именно твое призвание. Угу. Ольга, вот СМИ называют вас одной из лучших исполнительниц игры на гуслях звончатых. Вы обладатель серебряной медали «Национальное достояние России» за активную концертную деятельность. Лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Расскажите о себе, а может быть не все наши радиослушатели с вами еще знакомы. Вообще, как вы стали музыкантом и почему выбор гусли? Ну, если с самого-самого начала рассказывать, то началось все в Пскове. Я родилась в Пскове, и в школе училась тоже в Пскове. И поскольку именно в Пскове для гусли такая благоприятная сложилась обстановка, и гусли у нас в каждой музыкальной школе преподаются, и преподается училище, то есть это не редкий, не экзотический инструмент для псковичей, поэтому для меня тоже получился выбор полногусли. И закончила я музыкальную школу в классе заслуженного работника культуры Кудрявцева Зера Алексеевна, после чего я поступила в музыкальное училище Псковское. Но так получилось, что Вениамин Владимирович Кричевский, который был, наверное, самый лучший, талантливейший преподаватель по гуслим именно в России, потому что к нему приезжали со всей России брать консультации из Москвы, из Петербурга, и взрослые исполнители, и педагоги у него консультировались, Вениамин Владимировича не стало. Я начала работать в ансамбле Псков, и было уже понятно, что именно гусли – это будет моей профессией. Поскольку нужно было как-то учиться и получать образование, я получила приглашение из Москвы от Максима Евтушенко, заслуженного артиста России, главного дирижера Государственного оркестра «Гуслиры России», ну, это все он же Евтушенко, и он в то время преподавал в колледже имени Гнесиных, именно гусли. И в связи с такой вот возможностью было принято решение моими родителями меня отправить в Москву, заканчивать гуслимку. Ну, а там сразу с первого же дня меня приняли работать в Государственной оркестра «Гуслиры России». Я, собственно, на данный момент, я уже 16 лет благополучно работаю, у меня тоже там случился карьерный рост из обычной артистки. Я стала уже концертмейстером струнной группы, солисткой. И, конечно, наверное, главная моя большая заслуга вот до недавнего времени – это было лауреатство, все награды, да, я оцениваю. Но именно вот этот многолетний труд, именно поощрение и награда признания меня солисткой – вот для меня это самая важная награда. И сейчас, конечно, это, ну, можно сказать, что главный приз в своей жизни я выиграла, потому что меня пригласили в ансамбль «Псков». Ольга, вот как, кстати, прокомментировала ваше назначение директор «Псковской областной филармонии» Елизавета Барышникова. Давайте послушаем. Мы очень рады, что в команде «Филармонии» появился новый человек, очень талантливый музыкант, солистка Государственного оркестра «Гуклеры России» Ольга Алексеева. Мы приняли ее на должность художественного руководителя ансамбля «Псков» и возлагаем очень большие надежды на ее работу с коллективом, на наши дальнейшие программы, на дальнейшее развитие коллектива. С Ольгой у нас достигнуто полнейшее взаимопонимание по направлению развития и продвижения ансамбля «Псков». Так что я думаю, что в скором времени «Псковичи» увидят красивый концерт с аутентичной русской народной программой. Что здорово, Ольга, будучи одной из ведущих госвисток России, будет солировать и также будет играть со всеми музыкантами ансамбля «Псков». Поэтому мы в предвкушении, в ожидании и обязательно сразу же расскажем нашим зрителям, когда у нас состоится первый концерт. Ольга, вы уже упомянули, что в последнее время значились и значитесь солисткой Московского ансамбля «Гуслиры России». А вы планируете совмещать свою творческую деятельность? Да, я планирую совмещать творческую деятельность, потому что я понимаю, что у меня еще очень много творческих планов с оркестром «Гуслиры России», у меня новые творческие планы с ансамблем «Псков», и я хочу сказать, что руководство одного и второго коллектива очень поощряют такое мое совмещение, и уже идет речь о каких-то совместных проектах. С «Гуслиры России», да? Да, «Гуслиры России», «Гуслиры России», «Московская областная филармония». То есть мы сейчас ищем какие-то формы, варианты взаимодействия и совместные проекты, которые будут интересны и «Московской областной филармонии», и «Псковской областной филармонии», и коллективу, и каждому исполнителю. Ну, вообще, я так понимаю, что все эти годы, несмотря на то, что вы уехали в Москву, работали в Москве, ансамбль «Псков» для вас продолжал оставаться родным? Вы не теряли связи с музыкантами? Конечно же, я не теряла связи. Я вам больше хочу сказать, что самый первый год, наверное, может быть, два, когда я только уехала в Москву, я приезжала в «Псков» к родителям, и каждый раз, я приезжала, ну, там, может быть, раз в два месяца, в принципе, довольно часто, и каждый раз я бежала на студию, где мы репетировали, чтобы встретиться. По-моему, даже как-то раз меня брали на какой-то выездной концерт, не помню, в какую-то мы ездили, в село, в «Псковской области» выступали. Потом как-то эти все немножечко связи так прекратились, с кем-то из ребят мы общались в соцсетях, ну, как-то все так сходило как-то на нет, ну, на уровне поздравлений с праздниками, с днём рождения. С днём рождения, как всегда. Да, да, да. Вот. А два года назад мы сделали такой проект, как концерт «Двойной сон» с Константином Шахановым. Аккомпанировал нам ансамбль «Псков». Это было два года назад в зале БКЗ «Сарамония». И вот это, наверное, было такое, новое какое-то начало. В прошлом году я была достойна чести выступить на юбилее коллектива. Да, 40 лет же было коллективу «Псков». Да, 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 было. Это на 40-летие, но я ещё выступала на 30-летие. Я тоже была приглашена. Это когда я только-только уехала в Москву. Видимо, коллектив меня помнил и ценил все эти годы. Да, раз приглашали, конечно. Такая метка «Пскова», она всё равно вас преследовала, в хорошем смысле этого слова, правда? Да, конечно. Я абсолютно горжусь тем, что я псковитянка. И я с гордостью всегда говорю, что моя первая запись в трудовой книжке «Ансамбль русской музыки Псков», «Псковская областная филармония», что вот у меня как бы такая профессия. Ну, многие музыканты, которые даже учатся профессионально, многие идут в педагогику, ещё куда-то. А вот у меня именно вот так повезло. Я работаю педагогом в музыкальной школе у детей моих. Тоже есть большие успехи, конкурсное лауреатство. Мне это тоже интересно. Я написала сборник для детей, нотный, развивающий технику, техническая тетрадь Гуслера. То есть вот этот вот вопрос преемственности. Я тоже очень так, с уважением отношусь к этому делу и стараюсь что-то делать. Но всё-таки сцена побеждает. Да, конечно, я вас прекрасно понимаю. Но, кстати, вот обучение игре, раз уж вы затронули сейчас эту тему, обучение игре на русских народных инструментах, с моей точки зрения, для воспитания детишек, для воспитания молодого поколения, имеет огромное значение. Для их понимания своих истоков. Правда? Безусловно, безусловно. Потому что народ, который помнит свою культуру, именно вот, может быть, вспоминая какие-то свои генетические задатки своих предков, то есть этот народ, он духовно богатый. Он становится непобедимым, что ли. Появляется идея. Идея появляется у народа. И это, конечно, укрепляет общий дух. Поэтому это важно. Да. Ольга, вот вы же ездили на гастроли. Гастрольная жизнь для вас – это естественное состояние, да? Да, спасибо. Скажите, насколько залы понимают русскую народную музыку? Насколько она востребована? И в том числе за рубежом? Потому что у вас были и зарубежные гастроли, насколько мне известно. Ну, вот одни гастроли из последних. Это был фестиваль в Рудельштадте, радиофок-фестиваль. И в этом году они там два фестиваля вместе в одно время проводились. Это Рудельштадтский фестиваль, который проводится в Германии каждый год летом в небольшом городке Рудельштадте, где просто собираются различные команды музыкантов из разных-разных уголков мира и играют свою музыку. Кто-то играет рок, кто-то играет этнику свою стилизованную, кто-то еще что-то. А вот фестиваль ФОК-радио, в котором мы непосредственно участвовали, помимо Рудельштадтского, это фестиваль, в котором участвуют различные радиостанции мировые. И в том числе от радио «Арфей» участвовало наше трио, в составе которого я принимала участие. Баян, гусли и народный вокал. Наша программа составляла такой мини-концерт на минут сорок, который проходил в огромном костеле с шикарнейшей акустикой. И, наверное, костел по рассадке был, но мест, наверное, ну, две тысячи точно есть, может быть, чуть больше еще с балконами. И программа была так составлена, что у нас шло все блоками, ну, стоп, то есть людям некогда было поаплодировать, то есть специально формат записи для радио. И когда мы закончили свое выступление, народ начал аплодировать, люди встали, и, наверное, две с половиной минуты люди просто аплодировали, им было не успокоиться. Они были под таким впечатлением, да? Да, да. Потому что, во-первых, вот эта русская музыка, ну, язык музыки, он международный. Согласна, да. Неважно, какую музыку. Слышим, да, и играем. Нам либо нравится, либо нет. То есть за душу либо берет, либо не берет, так уже по-русски скажу. Ну, вот. И, конечно, конечно, в трио со мной выступали очень большие профессионалы своего дела. Это Адей Шелаганов, паянист. И, конечно, в таком составе играть, это просто, это огромное счастье и наслаждение для исполнителей, и, конечно же, для слушателей. Вот такие гастроли у нас были. Ну, я вот сейчас, кстати, думаю, что если действительно вот этот проект, который вы задумали, сбудется, я имею в виду совместное выступление ансамбля Псков и Гусляров России, да если это еще будет в Пскове, в древнерусском городе, это приобретет особое звучание, с моей точки зрения. Ну да. Ну, я еще больше хочу, как бы, сказать, немножко так, завесу тайны приоткрыть. Приоткройте. Мы планируем еще очень такой большой, красивый концерт совместно с псковскими густлерами, детишками, которые учатся в музыкальной школе. Потому что это и для них должно быть праздником и таким красивым действом, и возможность, конечно, выступить на большой сцене, такой именитой, как БКЗ Филармонии. Да, для них это большая честь будет. Да, и для меня будет очень большая честь вот в одном маленьком концерте, который, ну, должен стать большим событием, объединить вот и профессионализм ансамбля Псков, и вот эти вот прекрасные начинания Малышей. Да, может быть, для кого-то это будет, может быть, кто-то почувствует, услышит, что вот может, это его профессия. Может быть, кто-то влюбится по-новому в свой инструмент. Я вот так понимаю, что, конечно, от ученичества до высот мастера большой путь и большой труд. Но что было самое сложное для вас во владении гуслями? Самое сложное было это усидчивость, потому что я сама по себе, по темпераменту человек-холерик. И мне это все интересно ровно полчаса. Потом, когда начинается, что нужно сидеть и что-то отрабатывать, мне это уже начинает, конечно, надоедать, если еще не получается. У меня уже мысли куда-то дальше бегут. Но, в принципе, нужно сказать спасибо родителям, которые в свое время настояли и усадили. То есть там как бы прям действительно прям усаживали, прям заставляли. И сейчас, кстати говоря, понимая, что когда я преподаю своим ученикам, я понимаю, что родители это 90% успеха ребенка. То есть достаточно 10% таланта ребенка, а все остальное ребенок может быть безумно талантливым. Но если нет вот такой вот поддержки и настроя родителей, что мы занимаемся серьезным делом, а не в игрушечки играем, в очередные, то с поддержкой родителей можно добиться всего. И здесь вот мне, наверное, тоже так получилось. Наставили на путь истинный. И сколько часов требовалось в день занятий, чтобы вот это оттачивать мастерство? Ну, у меня были занятия с педагогом. Я помню, что в какое-то время мы даже каждый день занимались, когда на конкурсы готовились. Ну, с педагогом мы, наверное, занимались, ну, может быть, час-полтора. Ну, а что касается домашних занятий, это я помню, что я прихожу из школы и на целый час сажусь под часами и сижу и жду, скорее бы, я тебя спрашиваю. Это действительно, прям этот час, это было что-то, оказалось, что это просто, он никогда не закончится этот час. И тогда вы даже представить не могли, что будете играть в ансамбле, а потом еще и станете художественным руководителем. Самое большое, что я не могла представить, ну, конечно же, вот эти, но такое, сейчас скажу, банальное, банальное, я вообще скажу, самое простое. Я не могла представить в тот момент точно, ну, и вообще даже сейчас. Когда началась вся вот эта история с пандемией, с карантином, и мы не ходили на работу, у нас не было выступлений перед людьми, и, в принципе, сидели в самоизоляции, у меня не было возможности долго заниматься на протяжении двух месяцев. То есть я занималась аранжировками, я занималась дистанционно уроками с детьми, но именно поиграть на гуслях у меня не было возможности. И потом, когда вдруг эта возможность появилась, я села в первый раз на гусле после такого большого перерыва, у меня никогда в жизни такого перерыва не было, я начала играть, и у меня просто мурашки от того, что я слышу звук гуслей. Ой, как здорово! И вот этого ощущения я никогда не ожидала, что так может быть. И, в общем, сама от себя, у меня бывали мурашки, когда я слышала музыку, другие инструменты, произведения, но чтобы играть и самой вот так вот реагировать, это, конечно, было первый раз. И об этом я вообще никогда даже думать не могла. А вы знаете, Оля, вот вы сейчас предвосхитили мой вопрос, потому что я хотела у вас узнать, ведь вот когда слышишь определенный музыкальный инструмент, вместе с ним возникают у каждого, разумеется, свои, но определенные ассоциации. А вот какие ассоциации всегда возникают у вас, когда вы слышите звон гуслей? Ой, я, честно говоря... У меня сказка сразу что-то сказочное. Я никогда об этом не задумывалась. Да? Но у меня уже абсолютно точно, абсолютно точно, слово сказка, оно пришутствует всегда, потому что я недавно участвовала в проекте московского режиссера Сергея Лепского «Солнцеворот». Это на основе сказок. Это был проект по библиотекам и в библиотеках мы делали такие постановки с лазерными шоу, с различными актерами, персонажами сказочными. И вот наш как бы слоган этого шоу был «Сказки оживут». И вот это вот «Сказки оживут» я ассоциировала, все начиналось с гуслей, и я ассоциировала все со своей профессией, олицетворяла с тем, как оживлять сказки. Поэтому, наверное, все-таки сказка. Ну, а потом вообще гусля, я хочу сказать, что псковичам очень-очень сильно повезло. Это действительно люди избалованные гуслями, потому что, в хорошем смысле, потому что очень часто куда-то приходишь выступать, где гусли никогда не слышали. И люди с таким восторгом, ой, мы никогда не слышали. А мы думали, что гусли – это арф, там еще что-то. Ага, даже так. А здесь просто именно такой вот наш уголок гусельный. И, ну, для меня гусли – это дом, это псковщина. Это псковщина. Кстати, как коллектив ансамбля «Псков» воспринял нового художественного руководителя? Ой, сначала, конечно, была немая сцена, потому что Елизавета до последнего хранила интригу от коллектива. Никто не знал. Договорились. Да. И мы договорились, что, ну, как встретят, так и встретят. Но в итоге это получился такой сюрприз приятный. и, ну, конечно, для меня. И я знаю, что знаю, что ребятам интересно. Мы уже провели несколько репетиций. Мы работаем над новой программой. Я знаю, что им интересно со мной. Даже интересно сейчас привыкать друг к другу. Потому что мы вроде как знакомы и знаем друг друга очень близко. И очень тепло друг к другу относимся. Но вроде как бы все другие. Все повзрослели. И вот этот момент это интерес нового узнавания друг друга. И это люди настолько профессиональные. С ними работать одно удовольствие. Поэтому я думаю, что мы встретились не случайно второй раз на таком профессиональном уровне. И что все у нас получится. Потому что действительно люди горят своим делом. и идея у нас вот теперь новая появилась с большим концертом русской музыки. Когда примерно вы планируете уже выступление? Ну вот сейчас мы ждем каких-то изменений с массовыми мероприятиями. Вроде как-то все постепенно открывается. Мы стараемся конечно в кратчайшее время успеть, чтобы быть готовыми как только так сразу. но в разумных если таких вот пределах то к концу августа у нас уже планируется такая небольшая программа как бы вот начало. возможно это будет какой-то онлайн концерт записанный если ничего поменяется. Но вообще в сентябре уже такую премьеру хорошую уже хочется сделать. Вопрос в том сейчас самое главное чтобы прийти в исполнительскую форму потому что все музыканты сейчас конечно были без работы вот это изоляция сказалось сложно да-да-да это все изоляция потому что отвыкаешь слушать ансамблевые играют гораздо сложнее быть ансамблистом нежели солистом солист вот ты играешь за тобой идет ансамбль а ансамблист он должен услышать всех остальных девять человек которые с ним играют ансамбли и с каждым сыграть по балансу динамическому вместе по каким-то по фразировке дышать вместе в одном сердца должны биться вместе в одном в унисон да это точно Ольга ну то есть я так понимаю что у вас уже начались репетиции да репетиции уже начались и уже новая программа в работе у нас и очень хочется чтобы вы сказали несколько слов о своих музыкантах теперь уже родных в полном смысле этого слова я в первую очередь хочу сказать им спасибо еще огромное огромное спасибо за вот то за то что было очень давно потому что действительно они меня воспитали в какой-то мере меня научили жить на сцене меня научили жить в ансамбле на сцене меня научили жить в ансамбле в быту это вот старт тот тот мой байконур который меня запустил в мою дальнейшую профессию которая вот меня завела аж до государственного оркестра гуслеры России и сейчас я хочу сказать своим коллегам что самое главное мы вместе и самое главное что у нас огромные есть планы которые вместе нам очень легко будет осуществить и как говорит Елизавета сюрпризы будут Елизавета Барышникова директор Псковской областной филармонии для тех кто может быть еще не понял Ольга еще один вопрос который я очень хочу вам задать я так смотрю время еще позволяет про вашу творческую деятельность хочу спросить вы же ведь помимо того что вы исполнительница да исполнительница вы еще и сами пишете сами творите музыку расскажите об этом ну помимо исполнительства да мне стало интересно в какой-то момент писать песни ну авторские песни и в принципе это сначала были просто песни написанные на кухне под гитару мы жили в общежитии с моими подружками и эти песни писались потом как-то мы друг друга переписывали исполняли потом ко мне обратилась петербургская певица Алена Петровская попросила какую-нибудь песню ей показать потому что у певцов у локалистов у них тоже есть свои сложности с репертуаром точно так же как у любых у любых музыкантов у репертуара вот и тогда первая песня которую мы записали это коса и это в принципе было первое исполнение моей песни кем-то другим со сценой вот ну а потом как-то все так пошло я сама исполняла свои песни как автор песенек это это песни такого свободного жанра в принципе ну можно сказать авторская песня ну шансон что-то такое вот про любовь и про любовь и про семью и про родину в общем про все понемножечку вот и следующая сейчас вот песня которая у меня ну такую должна сейчас получить широкую известность сейчас у меня в ротацию на радио на одном выходит тоже моя песня в исполнении группы после 11 сейчас пока не буду как бы предвосхищать рассказывать что за песня вот ну в общем ребята очень-очень здорово поработали на этой песне песня интересная приобрела вид форму вот поэтому ждем премьеру и если будет будет известно будет известно лично мне хватает моего репертуара то есть я себя вижу в том репертуаре который я исполняю это обработка народных песен это произведение Константина Шаханова и в принципе как бы у меня достаточно репертуара но будучи преподавателем музыкальной школы в школе я столкнулась с тем что у нас не всегда хватает учебного материала для детей именно средних классов то есть есть либо все очень легкое простое либо уже очень сложные произведения а вот этот вот средний промежуточный такой да вот как раз когда уже ребенок вроде бы обладел инструментом и можно как бы постепенно усложнять техническую сторону и учить именно музыки музыкальности вот этого очень очень мало и я села и для своих учеников конкретно для каждого начала сочинять какие-то пьесы именно чтобы выйти мне вот из этой ситуации нехватки материала каждому свою пьесу вы сочиняли ученику изначально это было так потом эти пьесы я объединила в этюду как тренировочный такой вот момент и получился сборник 12 этюдов кстати я его издавала в Пскове правда вот опять Псков да тоже как-то так ну такой важный значимый для меня момент вот и вот так получился этот сборник этюдов но как бы каждый этюд он в принципе как концертная пьеса идет и действительно писался под под детей вот прям лично под детей ну вот нечего градусов вот сейчас придумаем что проиграть кстати Ольга а как вы будете относиться если кто-то из ваших музыкантов скажет а вот я написал может быть исполним ой я с удовольствием потому что я настолько творческий человек в этом плане и я привыкла что ну вот за последние годы так сложилось что вокруг меня все вот люди очень-очень творческие все в плане вот в этом музыкальном очень легкие на подъем то есть кто-то может позвонить вот там такой вот фестиваль вот мы съездим ну как ну мы же никогда вместе не играли ну мы приедем там будет полчасика сыграемся то есть вот это не халтура это не халява это вот этот вот быстрый порыв быстрая мысль когда нужно вечером сорваться всю ночь ехать в другую область просто ради того чтобы вот на этом фестивале выйти вместе сыграть был такой момент когда мы ну то есть понимаете да о чем я говорю да 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 я знаю что-то написать сыграть но это я это называю соотворчество да 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 вот именно и здесь я буду тоже очень рад я знаю что сейчас в ансамбле Псков работают ребята, которые играют в псковских музыкальных командах на других инструментах, но занимаются творчеством помимо четкого какого-то занятия в стенах с вармонии от допа-но. Я всегда приветствовала, потому что это дополнительная духовная пища для музыканта. Это может быть все время одно и то же, но когда случаются такие всплески, это праздник. То есть вы будете достаточно таким демократичным руководителем? Наверное, это главное качество руководителя должно быть. Вот это даже не сколько демократичность, сколько, наверное, мудрость и открытость к любым идеям. Потому что здесь я знаю, что все люди очень профессиональные, что коллектив с огромным опытом, коллективу больше лет, чем мне. Это тоже где-то в каком-то интервью вы так сказали, я говорю, а ведь действительно, и некоторые артисты работают в коллективе больше лет, чем тоже мне. И поэтому я могу быть руководителем в том плане, что я могу указать путь. Но само воплощение и достижение этой цели, это, конечно, мне у них учиться нужно этому профессионализму. где-то они меня научат, где-то чему-то они у меня научатся. Вот. Но я очень рада, что я так со своими любимыми артистами. И очень большие надежды возлагаю. Ну, как и, наверное, они на меня тоже. Ну, что, Ольга, я могу сказать? С возвращением в родной город. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю тоже за это интервью. Успехов вам в вашей новой, такой интересной творческой работе, новых творческих побед. И самое главное, чтобы вы чувствовали всегда позитивные, положительные эмоции, подводя итоги каждого дня. Чтобы традиции сохранялись и чтобы впереди были новые, интересные, неожиданные творческие открытия. Благодарю вас. Это я могу ответить, что служу России, служу ансамблю Псков. Это была художественная руководитель ансамбля русской музыки Псков Ольга Алексеева. Ну, а я, ведущая этого эфира Ирина Лукина, желаю всем отличной новой недели, дорогие друзья, и предлагаю послушать одно из выступлений Ольги Алексеевой. Ольга Алексеева. Ольга Алексеева. Ольга Алексеева. Ольга Алексеева. Стартовая площадка